Редактор субтитров А.Семкин Елена Владиславовна, отдел, которым вы руководите, назван не случайно так сложно. Функции у вас действительно возложены на вашу структуру немалые. И все-таки, какие виды пособий определены застрахованным лицам в Республике Крым на сегодняшний день? Значит, смотрите, законодательство по социальному страхованию применяется на территории Республики Крым. Это с 1 января 2015 года. За счет средств Фонда социального страхования выплачиваются следующие виды пособий. Это пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности родом, единовременное пособие женщинам старшим до 12 недель беременности, пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Кроме этого, также выплачивается социальное пособие на погребение. Право на получение пособия за счет средств Фонда имеют застрахованные лица. Это работающие граждане, работодатели которых зарегистрированы на территории Республики Крым согласно законодательству уже Российской Федерации. Есть особый порядок и сроки выплат тех самых пособий, о которых вы сказали, что это за порядок и что это за сроки? С 1 января на территории Республики Крым реализуется пилотный проект. Он предусматривает выплату пособий непосредственно застрахованным лицам, это территориальными органами Фонда. Как происходит вообще порядок получения пособий нашими гражданами? В первую очередь работники должны при получении листка нетрудоспособности, мы сейчас говорим о пособии по временной нетрудоспособности, они должны с листком нетрудоспособности обратиться по месту работы. И также предусмотрено, чтобы работники написали заявление по установленной форме. Кто может помочь им написать заявление и где взять вот этот вот листок, о котором вы сказали? Значит, листки нетрудоспособности предоставляются медицинской организации. С данным больничным листом работник обращается по месту работы в бухгалтерию. И там же бухгалтер либо это через программу это заявление распечатывается, либо от руки уже работник заполняет. Собственноручно указывается его подпись и дата. И в течение пяти дней работодатель обязан предоставить реестр в территориальный орган фонда. Если страхователь более 25 человек, то данный реестр предоставляется в электронном виде. Если же работодатель-страхователь менее 25 человек, весь пакет документов, опись предоставляется непосредственно нашим специалистам. Случается, что работодатель в сроке, о которых вы говорите, не справляется с этой задачей, которая на него возложена и в этот срок не предоставляет вашим отделениям всю необходимую информацию? Я понимаю, о чем вы говорите. Значит, смотрите, какая... И что делать в таком случае, если работодатель не справился с этой задачей? На сегодняшний день те предприятия, которые числены с более 25 человек, они сейчас уже практически все получили электронно-цифровую подпись. И электронные реестры предоставляют нам в электронном виде. Но случаются случаи, что, предоставив электронный реестр, наши специалисты у себя в программе через прямые выплаты видят, что имеются нарушения, не заполнены полные какие-то графы, недостоверные сведения. И тогда нашими специалистами выписываются извещения и информируются работодатели. И только после того, когда работодатель правильно все нам предоставит, всю информацию, только после этого в течение 10 рабочих дней региональное отделение фонда делает перечисление пособия, сумму пособия непосредственно застрахованному лицу, то есть получателю пособия. Если все-таки возникает ситуация, что работник длительно не получает пособия, в первую очередь он должен обратиться по месту работы и выяснить, как произошла ситуация с его больничным листом. Может, действительно, ошибки в предоставлении реестра, может быть, там какие-то ошибки в оформлении больничного листа, так как ту часть, которую заполняет наша медицинская организация, она должна быть заполнена идеально, без исправлений, черной гелевой ручкой. Кроме этого, также хочу сказать, что фондом социального страхования выплачивается пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Здесь женщина, которая работающая и находится в отпуске по уходу за ребенком, она обязана обратиться также по месту работы и предоставить соответствующий пакет документов. Единственная задержка, в которой возникает выплата пособия, это невозможность или трудности с предоставлением справки от супруга. То есть, если супруг у нас работающий, она должна взять справочку с места работы супруга о том, что данное пособие не получается и человек не находится в отпуске по уходу за ребенком. На сегодняшний день фонд социального страхования осуществляет выплату пособия уже 6 тысячам граждан. Январь, февраль, включая апрель месяц, уже выплаты происходят. Выплата пособия по уходу за ребенком работающим женщинам предоставляется ежемесячно до 15-го числа месяца, за которым осуществляется начисление. Поэтому хочется обратиться к женщинам, которые на сегодняшний день состоят в трудовых отношениях, но работодатель их еще не предоставил нам информацию, реестр сведений. Им необходимо обратиться обязательно к работодателю, и чтобы работодатель нам представил весь пакет документов. Когда будет представлен полный пакет документов без нарушения, то есть мы все это просмотрим, после этого уже женщина спокойно будет получать ежемесячно пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если работодатель, опять же, все необходимые документы не предоставляет, есть ли смысл напрямую обращаться к сотрудникам отделения вашего фонда на местах? Да, к нам обращаются женщины, но в первую очередь это обязанность работодателя полностью собрать весь пакет документов и предоставить в фонд для того, чтобы человек уже получал пособие. То есть мы граждан не гоняем, они должны обращаться к работодателю, и только работодатель предоставляет нам эти сведения. Отделения вашего фонда во всех крупных городах Республики Крыма открыты на сегодняшний день? Или информация вся собирается в Симферополе, вне зависимости от того, где расположено предприятие? Значит, ну, естественно, каждый бухгалтер уже знает, куда он сдает отчет в фонд социального страхования, куда нужно обращаться с соответствующими документами. Поэтому здесь, конечно, я думаю, что вопросов не будет у бухгалтеров, куда предоставить это сведение. А женщина, в свою очередь, она должна предоставить полный пакет документов, также написать заявление в установленной форме, заполненной черной гелевой ручкой, или там через компьютер распечатывается. Предоставить свидетельство всех детей обязательно это сделать. Также, если это пособие по уходу за ребенком, оно выплачивается 40% заработка с 18 марта, расчетный период у нас составляет, с 18 марта по 31 декабря. 40% заработка. Если в этот период женщина не имела заработка, находилась в отпуске по уходу за ребенком, то размер пособия выплачивается в фиксированном размере. На первого ребенка это 2,700, на второго, ну с копейками там, на второго и последующих 5,400. Ну вот такие вот выплаты. За интересующей информацией куда обращаться? Открыта ли горячая линия при отделении вашего фонда? У нас работают телефоны горячей линии, это 547102. Это по городу Симферополь? Да, кроме этого у нас есть сайт нашего фонда r82.fss.ru, где также любое застрахованное лицо, ну как бы любой гражданин Крыма может обратиться и получить полную исчерпывающую информацию. Сотрудники вашего отдела и вы лично регулярно принимаете участие в семинарах и встречах с представителями производства? О чем говорите на этих встречах? Ну, в первую очередь, как бы мы оповещали всех наших бухгалтеров и мобилизировали их, чтобы они собрали полностью весь пакет документов. Дозвонились до каждой женщины, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, сидит дома, чтобы она пришла все-таки на предприятие, написала это заявление, предоставила полный пакет документов, о чем я говорила. Это свидетельство детей и справка от супруга о том, что он не получает пособие по уходу за ребенком, если работающие это по месту работы, а не работающие, справка с органов труда и социальной защиты. И только когда уже весь пакет документов собран, как бы бухгалтер предоставляет нам информацию и уже эта выплата у нас идет. Спасибо большое, Елена Владиславовна, за ваш ответ. Удачи в работе. Спасибо вам большое. Всего доброго, но мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин